На территории строящегося по улице Панфиловцев жилкомплекса от ножевого ранения погиб 38-летний крановщик. Мужчина, проработавший на этом объекте около месяца, похоже, пребывал под воздействием тяжелого наркотика, судя по его поведению. Коллеги говорили, что обычно спокойный горожанин в этот день вдруг начал вести себя совершенно неадекватно и очень опасно. Крановщик был на смене, но примерно к полудню словно сорвался с цепи. Он где-то взял два ножа и начал бегать вокруг строящегося дома, словно преследуемый какими-то демонами. На окрики он не реагировал, продолжая неутомимо расходовать энергию. Остановить строителя никто из окружающих не решался, поскольку дело пришлось бы иметь с совершенно невменяемым, возбужденным и вооруженным человеком. Тот же, поразительно быстро сделав несколько кругов вокруг возводимой высотки, побежал к бытовке, где в это время спал рабочий. Воткнув один нож в землю перед вагончиком, он с другим скрылся внутри. Дело принимало совсем уж скверный оборот. Опасаясь за жизнь спящего, строители вынуждены были заглянуть в бытовку. Истекающий кровью крановщик лежал на полу, нож был глубоко загнан в живот. Отдыхавший на кровати рабочий не пострадал, он даже не проснулся. Для умирающего вызвали врачей, но спасти жизнь пострадавшего не получилось. Внутреннее кровотечение оказалось критичным. Коллеги погибшего говорили, что не слишком хорошо знали этого мужчину, однако они уже видели рабочего в похожем состоянии. За ножи в прошлый раз он не хватался. По факту гибели человека ведется доследственная проверка. Вероятно, это был одинокий горожанин. Известно, что с объекта крановщик на ночь не уходил и жил в этой же бытовке. С места происшествия Анастасия Манина и Андрей Цой.